В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности. Президент призвал армию и полицию стрелять на поражение. В соседней республике продолжается волна митингов и протестов. В ночь на 7 января в Алматы возобновилось противостояние протестующих с силовиками. По данным РБК и ТАСС, стрельба началась у резиденции президента страны. О стрельбе в других городах сейчас сообщают жители всего Казахстана. Сейчас во всей стране действует комендантский час. Его ввели 6 января. Местным жителям запретили выходить на улицу с 11 часов вечера до 7 утра. А из сирен звучат объявления о проведении на территории страны антитеррористической операции. Начинается антитеррористическая операция. Вы выходите из дома. Убедительная служба находиться в безопасности людских. Завидите домой детей и родных. Вы поддержите опасность для тебя и своих близких. Еще днем президент Казахстана Касымжемарт Такаев выступил с обращением и заявил, что в стране действуют террористы, которые прибыли из-за рубежа. Глава государства отдал приказ армии и полиции стрелять на поражение в тех, кого не считают террористами. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Напомню, что на территории Казахстана действует так называемый критический уровень террористической опасности. Силовики могут проводить досмотр личных вещей, а также беспрепятственно проникать в любые помещения. Вдома ко всему, по договору о коллективной безопасности, куда входят 6 стран СНГ, в Казахстан уже прибыли 9 российских самолетов с военнослужащими и одно подразделение вооруженных сил Белоруссии. Всего за несколько дней, по данным полиции, в стране задержали почти 4000 человек, 26 убиты и еще 26 ранены. Напомню, что протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Сначала они носили мирный характер, однако позже начались столкновения протестующих с силовиками и беспорядки. На фоне протестов президент страны отправил в отставку правительство и установил предельные цены на газ. Однако сейчас митингующие требуют смены режима и проведения народных выборов мэров и губернаторов. Продолжение следует...